МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях в Караганде и области расскажут наши корреспонденты. В эфире новости в студии Антон Александров. И вот главные темы выпуска. Очередное происшествие на железнодорожном переезде. На этот раз пассажирский автобус пытался проскочить перед поездом. Забор преткновения. Скандал разразился между двумя жилыми комплексами из-за права владеть несколькими метрами земли. Создать для спортсменов комфортные условия. В Карагандинской области началась активная подготовка к летним олимпийским и параолимпийским играм. В Карагандинской области сохраняется штормовое предупреждение. Сегодня из-за снега, бурана, сильного бокового ветра, ограничения видимости, были закрыты три участка республиканских и 16 областных трасс. За прошедшие сутки сотрудники департамента ПОЧС спасли 22 человека, из них четверо детей. В Бухожираусском районе, вблизи озера, спасатели извлекли двух человек из застрявшего в снежном заносе автомобиля Ниссан Патрол и доставили в Тимиртау. На автодороге Караганда-Тимиртау из маршрутного автобуса номер 107, находившегося в скоплении машин, эвакуировали 30 человек, в том числе ребенка. В Актагайском районе всю ночь проводили поиски молодой женщины с 7-летним ребенком. Они вышли из дома в селе Айртас вчера в 2 часа дня и пропали. В 8 часов 50 минут поисковая группа обнаружила их в 6 километрах западнее от села Айртас. Спасенных отвезли в центральную районную больницу села Актагай. По Караганде за вчера и сегодня произошло 52 ДТП. 49 из них без пострадавших. В трех люди обратились за медицинской помощью. Управление полиции города Караганды призывает участников дорожного движения быть внимательными и осторожными. Строго соблюдать требования правил дорожного движения. Также следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Избегайте резких маневров, резкого ускорения или торможения, которые могут привести к потере управления. В целях недопущения чрезвычайных ситуаций Управление полиции города Караганды рекомендует автонобилистам воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенного пункта. Очередное происшествие на железнодорожном переезде. На этот раз пассажирский автобус пытался проскочить перед поездом. Подробности далее. Сейчас все было передо мной 127-й или какой. Короче, едет потихонечку так спереди. Сбивает шлагбаумом. И слева идет паровоз. Уже состав железнодорожный с вагонами. Он вот и поехал перед ним, блин. Это пи***. Вот остановился, стоит, блин. Понял, блин, что сбил шлагбаум. И стоит теперь, блин. Вот артист, блин. Вот это да. С людьми, блин. Вот, блин, клоуны. Автобус 127-го маршрута с людьми на днях чуть не попал под поезд. Все случилось на переезде в Саране возле поселка Угольный, поселка Плановой. В полиции по нашему обращению сообщили. В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт повреждения автобусом шлагбаума на железнодорожном переезде. Сотрудниками отдела полиции города Саране установлен водитель автобуса. 44-летний нарушитель привлечен к ответственности за нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Пострадавших нет. Транспортное средство механических повреждений не получило. Пресс-служба департамента полиции Карагандинской области. Акцентируем внимание, что автобус был с людьми, и только чудом все обошлось. В управлении пассажирского транспорта и автодорог области сообщили, что водитель третьего автопарка определен. И он объясняет произошедшее тем, что не успел завершить маневр, так как шлагбаум стал опускаться. Комментаторы в соцсетях пишут, что у нас начался целый челлендж с ЖД-переездами. Три дня назад было снято это видео. В данном случае машина застряла на переезде. Водитель пытался выехать сам. Не получилось, когда увидел поезд, бежал к нему навстречу, согласно правилам ПДД и сигналил для остановки. А еще немногим ранее, 21 января, 31-летний водитель авто двигался по Саранскому шоссе со стороны шахты имени Костенко и пытался проскочить через закрытый шлагбаумом переезд. Переехав, его пытался проскочить перед поездом. В результате ДТП двое пассажиров автомашины скончались на месте происшествия. Водитель автомашины и трое других пассажиров доставлены в медицинские учреждения. Сейчас население требует усилить меры безопасности. Во многих местах шлагбаумы полностью не перекрывают дорогу из-за того, что дорожное полотно расширено. Порой из-за снега и наледей возникают трудности переездов. Ирина Вобещевич, Николай Шевелев, 5 канал. В Карагандинской области началась активная подготовка к летним олимпийским и параолимпийским играм. Глава региона поручил создать для спортсменов комфортные условия и решить проблемные вопросы. На участие в летних олимпийских играх от Карагандинской области претендует 19 спортсменов. Подготовку спортсменов к важным международным стартам обсудили на аппаратном совещании в Экимате Карагандинской области. В этом году 33-е Олимпийские игры и 17-е Паралимпийские пройдут в столице Франции Парижа с 26 июля по 11 августа и с 28 августа по 8 сентября соответственно. В Олимпийских играх примут участие свыше 10 тысяч спортсменов из 206 стран. Всего разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. На сегодняшний день за завоевание лицензий от нашей области определено 19 спортсменов-кандидатов. Планируется получить 12 лицензий по 9 видам спорта. Гребли на байдарках и каноэ, легкая атлетика, артистическое плавание, батутная гимнастика, женская борьба, плавание, дзюдо, вольная и греко-римская борьба. Спортсмены проходят углубленный медосмотр, комплексные обследования и получают необходимые консультации у специалистов. Также кандидатам предоставляется ежемесячное денежное содержание, сумма которого зависит от результатов выступления на соревнованиях. Приобретен необходимый инвентарь и оборудование для подготовки спортсменов. Паралимпийские игры пройдут по 22 видам спорта. В них примут участие около 80 стран и более 4000 спортсменов. Будет разыграно 549 комплектов медалей. На сегодняшний день на участие в области определено 5 спортсменов-кандидатов по 3 видам спорта. Плавание, легкая атлетика и дзюдо. Усилить подготовку спортсменов к предстоящим международным стартам поручил Аким области Ермаганбет Буликпаев. Роберт Граф Николай Шевелев. Забор преткновения. Скандал разразился между двумя жилыми комплексами из-за права владеть несколькими метрами земли. Застройщик одной стороны начал смещать ограждения. Но это не понравилось людям, проживавшим на противоположной стороне, в ранее построенном комплексе и считавшим территорию своей. Ирина Вобещевич разбиралась в вопросе. Смотрите, первоначальные границы, с момента, как мы сюда заселились, когда застройщик Халбеллик нам утверждал, те дороги, которые там стоят, они сказали, что эта территория уже закреплена, что это уже наша частная территория, что уже все прошло. Теперь, с вчерашнего дня, смотрите, они нагло берут новые застройщики, берут и проводят новые ворота, меняя границы нашей территории, нашего ЖК. Насколько я знаю, вот здесь, если вот так посмотрят на глаз, где-то 2 на 2 метра они ушли. Покою в последние дни не находят жители микрорайона в 11 домов, что на улице Университетской. Жили они, не тужили, и вот на тебе. Вот уже много лет их, как они считали, владение обрамлял хоть и хлипкий, но все же забор. Рядом развернулась стройка. Дело движется к концу, и строители начали сдвигать ограду, ущемляя в площади этих самых соседей. Честно говоря, вот это вот меня возмутило, почему? Хотя предупредили бы, показали бы документы, на каком основании вы забор двигаете. Вначале говорили 80 сантиметров, я так слышал. Но здесь, видите, здесь больше двух метров. Видите, у нас сейчас они перейдут сюда, вот сюда уже мы машину не ставим. Видите, вот мусорный ад стоит уже, машину сюда не ставим. А там уже вообще ту сторону, вообще не можем ставить уже машину. Сейчас он если на два метра вот перейдет сюда, а туда уже машину только можно будет вдоль ставить, а как положено машину ставить не получается. В целом жители недовольны, что рядом с их новостройками лепят еще одну, из-за которой уже начались разные беды. К примеру, в подвалы пошла вода. Почему, когда они начали строить, не уведомили нас о том, что будет территориальность, вот это было изменено, церевое назначение. Пусть у еще этих документаций нет. Из-за того, что этот дом начали строить, у нас девка идет с двух сторон, она проходит через этот дом, раньше проходила, и трубы. И они уходили в ту степь, там в речку. После сегодняшнего дня, когда они начали строить, они эти трубы закрыли. И весной, в 2023 год, начались проблемы с затоплением помещения. После сегодняшнего дня, если так строить же она Казахстан, не считая изменениями народа, который народ составляющий самого государства, и не считая изменениями государства, о чем можно говорить и о конституционных правах граждан, тем более. Жители сомневаются в законности постройки дома. Если грубо попираются их интересы в таких вопросах, как забор и ливневки, то наверняка у них есть и другие нарушения, уверены жители, пишут во всевозможные инстанции. Но пока не получают внятных разъяснений. Где сейчас стоит забор, это наша территория. 80 сантиметров мы имеем право подвинуть в сторону их. Но это земля вообще Акимата. Какая? Парковка. Здесь сейчас парковка. Эта земля не принадлежит ЖК Молодежному. А где кончается их? Где их собственность начинается? Их собственность под их домами. Вся территория остальная – это территория Акимата. Вся территория ЖК Молодежного – это территория Акимата. Это у вас достоверная информация? Это достоверная информация. Вам Акимат уже сам ответит. Вот так новость. Выходит, что ЖК «Молодежка» и вовсе не может претендовать на землю, так как она городская. В Акимате касательно новой стройки ответили, что земельный участок принадлежит на праве временного землепользования. Забор подвинули согласно границам земельного участка. Они приняли вопрос во внимание в ближайшее время совместно с геодезистами проверить точность границ. В отделе архитектуры, говоря в общем по ситуации с заборами в городе, высказались о проблеме. Люди незаконно устанавливают искусственные границы в виде шлагбаумов и заборов на общегородских территориях, нарушая права других граждан. Жильцам комфортнее и безопаснее, чтобы территория дома была огорожена. Ну это такая вот тенденция. На Западе везде, наоборот, за заборами расстаются, убирают. Ну это Запад, это Казахстан. Разные страны, разный менталитет. У нас же такого никогда не было. У нас последние 20 лет везде так. Ирина Вобещевич, Зулхарнай Есмахаев, Николай Шевелев, Пятый канал. На педагогическом факультете Карагандинского университета имени Академика Букетова прошло праздничное мероприятие, посвященное 90-летию шахтерской столицы. Главные звезды концерта. Воспитанники специализированной школы-интерната номер два. С ними пообщалась наша съемочная группа. Совместное мероприятие преподавателей и студентов Кару имени Букетова, а также обучающихся специальной школы-интерната номер два прошло с целью установления тесного взаимодействия учащихся вуза с детьми с особыми образовательными потребностями в рамках инклюзивного образования. Мы очень рады и горды тем, что наши воспитанники, наши талантливые ребята выступают на таком праздничном мероприятии. Для них сегодняшний концерт запомнится на всю жизнь, ведь они стали частью 90-летнего юбилея своего любимого города. Восхищенного мнения разносторонних и артистичных ребят с особыми потребностями остались и преподаватели вуза. Они всегда поддерживают их рвение выступать на публике и с радостью предлагают свою концертную площадку. Многие годы мы реализуем совместные научно-исследовательские работы, это учебно-методическая работа, также это такие мероприятия, как воспитательного характера. У нас функционирует клуб волонтеров «Миром», и вот видите, наша сегодняшняя цель – это формирование у наших учащихся школ и у наших студентов, это уважение, интерес и любовь к родному краю. Ну, такие мероприятия должны проводиться очень часто, то есть это в честь нашего города, то есть это дань уважения нашему родному краю. Стоит отметить, что на мероприятии выступили образцовый хореографический ансамбль танца «Куаныш», лауреаты республиканских международных конкурсов Караганинского областного концертного объединения имени Кали Байжанова, известные певцы звездного трио-группы «Мирей» – Алшинбаев Ербол, Юсенов Куат, Мади Бапиулы, а также караганинский певец, композитор, автор и исполнитель многих песен, несший огромный вклад в воспитание подрастающего поколения Марат Бекишев. На огненном перевале Афганистана в Карагандинском областном музее изобразительного искусства проходят уроки мужества, посвященные 35-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. Цель мероприятия – рассказать о подвиге воинов-интернационалистов, их честно исполненном долге, верности присяге и искреннем солдатском братстве. Рассказ о судьбах тех, кого уже нет с нами. Испави те, кто был участником той страшной войны в Афганистане. Таков лейтмотив урока мужества для ребят школы-гимназии номер 45, Музей изобразительного искусства. Для полного погружения в эпоху того времени сотрудники музея подготовили фото-выставку под названием «Красный след», представляющую собой галерею современных портретов воинов-афганцев. На каждой фотографии два времени, уже далекие 80-е, и на их фоне наши дни. Два времени, но в них одна судьба, которую нужно помнить и знать. Также мы ребятам расскажем на этом музейном уроке о памятном знаке, который называется Карамайор. Памятный знак изготовлен в этом году по инициативе карганзинских воинов-афганцев. На этом знаке отображен облик легендарного Карамайора Бориса Тукеновича Керимбаева. Также мы расскажем и продемонстрируем фото памятника архитектурного мемориального комплекса, который установлен в парке Победы города Караганды, в память погибшим воинам-афганцам. Сегодня уже ветеранов Великой Отечественной войны практически не осталось живых. Очень мало. А война, которая была Великая Отечественная война, она коснулась практически каждую семью в Советском Союзе. Наша война, на которой мы принимали участие в этих боевых действиях в Афганистане, она, конечно, по масштабам, ее нельзя сравнить с Великой Отечественной войной. Но все подвиги, которые были совершены в Великой Отечественной войне, все подвиги были повторены солдатами, офицерами там, в Афганистане. Вот этот вот дух, чтобы защитить родину, чтобы защитить ближнего своего, то есть товарищей по оружию, чтобы вот эти все качества, они воспитывались в нас, ветеранами той войны. Школьники очень внимательно слушали фронтовые рассказы воинов-афганцев. По их мнению, такие уроки нужно проводить как можно чаще для учащихся всех возрастов. Данное мероприятие позволило нам больше узнать об истории, о событиях того времени. Мы много узнали о героизме и подвигах наших земляков. Также на встрече были участники данных событий, которые рассказали свою историю о том, как это все происходило. И, узнавая это из первых уст, мы поняли для себя, как важно сохранить мир во всем мире и хранить чистое небо над нашими головами. Судя по итогам прошедшего мероприятия, я считаю, что молодежи нужно просвещаться в области, так скажем, исторических моментов. Это интересно, мне понравилось узнать о том, как это все происходило более углубленно. И не только молодежь, в принципе, все население должно знать, что такое было, такое есть, и об этом должны говорить люди. В нашем регионе очень крепкое общественное объединение воинов-интернационалистов, которые помогают матерям погибших солдат и активно участвуют в общественной жизни города и области. Ежегодно 15 февраля воины-интернационалисты возлагают цветы к мемориалу «Погибшим воинам», который был установлен в Парке Победы в 1990 году. А также проводят такие уроки-беседы, посвященные 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Они продлятся до 11 февраля. Роберт Граф, Зулхарнаис Махаев, Николай Шевелев, 5 канал. Роберт Граф, Зулхарнаис Махаев, Николай Шевелев, 5 канал. И у них всегда акции проводятся, один плюс один. Так что вот, нет. Я очень довольна. Спасибо. Компания «Шакиров Мир Мёда» вновь делает жизнь карагандинцев слаще. И в зимнюю стужу помогает укрепить здоровье, предлагая продукцию, что эффективно в лечении и профилактике болезней. Жители приглашают на традиционную ярмарку мёда, привезённый из Башкирии и Горного Алтая, душистый, целебный, а главное натуральный. Пара десятков сортов, перед которыми не остаются равнодушными покупатели. Царский бархат, гречишный, таёжный, лесной, клеверный, цветочный и ещё множество других. Ассортимент пополнился сортом «Дикие медоносы» – настоящей находкой для иммунитета. При бронхитах и простудах, несварении вздутия кишечника, при колитах – это вот «Дикие медоносы». При регулярном потреблении пара ложек этого мёда сможет снабдить организм необходимыми витаминами. Сорт «Дикие медоносы» усиливает деятельность пищеварительных желёз, улучшает функцию кишечника, тонизирует сердечно-сосудистую систему. Мёд рекомендуют даже больным с сахарным диабетом. Ещё один излюбленный постояльцами сорт – мёд с пергой. Восстанавливает функцию печени, благотворно влияет на нервную систему, нормализует обмен веществ. Ежедневное употребление мёда с пергой заменит вам всю домашнюю аптечку. Это профилактика инсультов, инфарктов. В постоперационный период принимают при ослабленном организме. Также очень полезен для мужского здоровья, при анемии, для зрения. Мёд «Царский бархат» обладает не менее целебными свойствами. Его используют в лечении анемии и атеросклерозе. Конечно, сорт помогает бороться с простудными заболеваниями. «Царское разнотравие – гесилипа, кипрей, эмелиса, лесная герань, малина, при невралгиях, при болезнях печени, сердца, глаз, при головной боли, при бессоннице». В богатейшем ассортименте представлены сотовый мёд с неоспоримым качеством и многогранным вкусом. Помимо него есть всё для укрепления иммунитета – изобилие лекарственных препаратов и продуктов пчеловодства, бальзамы, лечебные чайные сборы, взвары пыльца, прополис, перга, каменное масло, масло холодного отжима и многое-многое другое. «Мы ждём вас ежедневно с 8 утра до 5 часов вечера. Торговый дом «Подсолнух» с 8 по 18 февраля. Молокова, 127. Также у нас действует акция. При покупке одного килограмма мёда – один килограмм мёда в подарок». Это была последняя информация выпуска. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова